Продолжение следует... Сергей Николаевич Ястребов. Организатором региональной олимпиады является Департамент образования Ярославской области. Проводит олимпиаду Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». Тема сегодняшнего полуфинала «История ярославской медицины». И позвольте мне представить тех, кому предстоит оценивать ответы наших сегодняшних агонистов и теоретиков. Ректор Ярославского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Алексей Владимирович Павлов. Проректор по учебной работе Ярославского государственного театрального института, доктор культурологии, профессор Татьяна Иосифовна Ерохина. И проректор по управлению знаниями Международной академии бизнеса и новых технологий, доктор филологических наук, профессор Валентин Николаевич Степанов. А мне сегодня помогают участники третьего сезона нашей Олимпиады Татьяна Копенкина и Александр Морозов. А теперь позвольте мне представить вам наших сегодняшних агонистов. Софья Козлова, лицей номер 86, город Ярославль. Даниил Колескин, гимназия номер 2, город Ярославль. И Ксения Чикишева, школа номер 6, Тутаевский муниципальный район. И прежде чем вы займете свои места на дорожках, вам предстоит пройти два конкурса пролога. Первый конкурс – конкурс русского языка. Пройдите, пожалуйста, за пюпитры. У вас 20 секунд на то, чтобы выполнить задание, исправить ошибки, если они есть, в тех словах, которые вам предложены. Всего 20 секунд. И это один из двух очень важных конкурсов пролога. И время, отведенное на этот конкурс, истекло. Я прошу завершить вашу работу и передать результаты конкурса в наш Ареопак. А сейчас мы переходим ко второму конкурсу пролога, конкурсу красноречия. Сочувствие больному должно быть основным движением ума и сердца врача. Выразите свое отношение к данному высказыванию Тадеуша Келановского. Софья, вы начинаете. Здравствуйте, уважаемый Ареопак. Я согласна с высказыванием Келановского. Профессия врача очень ответственная, так как от любых его действий зависит жизнь человека. Для того, чтобы помочь ближнему, у врача должен быть не только холодный опыт за спиной, но любовь и сочувствие в сердце. Если врач не будет сочувствовать горе больного, не будет заинтересован в его выздоровлении, то и пользы от этого не будет. Спасибо. Спасибо, Софья. Даниил, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Ареопак. Врач – это великая профессия. Врачи ежедневно спасают тысячи жизней. Я считаю, что врач обязан помогать всевозможное, сочувствовать больному и беспокоиться о его здоровье. Если же он этого не делает, то его невозможно назвать настоящим врачом. Спасибо. Спасибо. И завершает конкурс Ксения. Здравствуйте, уважаемый Ареопак. Смысл данного высказывания понимает так, что каждый пациент индивидуальный, к нему есть свой подход. С долог скорейшего выздоровления пациента – это заботливое отношение со стороны врача. Также у каждого врача должна быть любовь к своей профессии. Спасибо. Спасибо. Мы сегодня удивительно лаконичны, и сейчас нашим судьям предстоит решить, в какой же последовательности наши агонисты будут выбирать себе дорожку. Напоминаю, что на зеленой дорожке можно ошибиться дважды, на желтой – единожды, на красной – ошибаться нельзя. Итак, мы ждем решения Ареопака. По итогам двух испытаний места распределились следующим образом. Третье место – Колескин Даниил, второе место – Козлова Софья и первое место – Чикишева Ксения. Итак, Ксения, вы выбираете первой. Желтая. Желтая дорожка. Софья, ваш выбор. Зеленая. Зеленая. И Даниил у нас оказывается на красной. Итак, мы начинаем первый этап. Перед вами тема «Эпидемия. Учебное заведение и миссия». Софья, ваш выбор. Учебное заведение. Для подготовки профессиональных кадров силами земства в 1872 году при Губернской земской больнице была открыта фельдшерская школа. Как называлось учебное заведение для подготовки акушеров, открытое в Ярославле в 1874 году? Может, это был Земский институт? Земский институт. Или училище. Земское училище. Ну, собственно говоря, оба варианта неверные, поэтому вы проходите во второй этап со штрафным очком. А мы обращаемся к теоретикам. Как же называлось это учебное заведение? Земников Илья, углический физико-математический лицей. Это была Ярославская повивальная школа. Повивальная школа. Это абсолютно верно. Это орден. Именно Земская повивальная школа была открыта в Ярославле в 1874 году. Прошу вас, Ксения. Эпидемия. В Средневековье люди больше надеялись не на медицину, а на помощь высших сил. Вот и в середине 17 века Россию, и Ярославский край в частности, охватило моровое поветрие. В избавлении от эпидемии Ярославля, по мнению современников, сыграли главную роль иконы, смоленская икона Божьей Матери из Успенского собора Ярославля, смоленская икона Божьей Матери из Смоленского набору монастыря и икона спаса нерукотворного. А как происходило спасение от эпидемии? Итак, современники считали, что вот эти три иконы спасли наш край от эпидемии. А как происходило это спасение? Возможно, они приходили в эти монастыри к иконам и прислонялись к ним, целовали. Мне нравится. Они приходили в эти монастыри. В какие монастыри не было сказано? И кто они, я тоже не очень понимаю. К этим иконам подходили люди, которые были больны, ну, болезнью, и прислонялись к иконам. Я понял ваш ответ. Мы не можем признать его верным. Вы проходите во второй этап со штрафным очком. Пожалуйста, теоретики. Это Леонид Асофия, Тейц-Тетти, школа, город Ярославль. Возможно, иконы просто проносили по улицам города. Просто проносили по улицам. И как это называется? Ход, конечно. Да, именно так это и называется. И даже не просто по улицам, а еще и вокруг города их обнесли вот этим крестным ходом. И это абсолютно верный ответ. Ну и последняя тема, миссия. Это вопрос для Даниила. В 1830 году в Ярославской губернии началась первая сильная вспышка холеры. Для борьбы с эпидемией, кроме карантинных мер, в городах назначили специальных людей. Хожалых. Чем должны были заниматься хожалые? Чем они занимались в период этой эпидемии? Возможно, ухаживать за больными. Ухаживать за больными. Нет, это неверно. Вы покидаете красную дорожку. Есть руки среди теоретиков. Пожалуйста. Тетя Николай, провинциальный колледж, город Ярославль. Возможно, они обходили зараженные участки и проверяли, нет ли еще больных? Это абсолютно верный ответ. Вручите орден. А мы переходим к вопросам второго этапа. Три темы. Специальность. Голодухинская больница. Организация. Софья, выбирайте. Голодухинская больница. Первую городскую лечебницу, которая позже стала больницей автотранса, основанную в Ярославле в 1912 году, долго называли Голодухинской. Откуда появилось это народное название? Дело в том, что на строительство этой больницы пожертвовала деньги жена Голодухина. Ну, все. И, собственно, все. И больше никто. Поэтому ее так и называли. Это абсолютно верный ответ. Вы переходите в третий этап без штрафного очка. Вопрос для Ксении. Специальность. Ипполит Васильевич Давыдовский родился в городе Данилове, Ярославской губернии. Окончил Ярославскую гимназию и жил в Рыбинском уезде. После окончания медицинского факультета Московского университета работал в Ярославской губернии земским врачом. Но дальнейшую жизнь он связал с одной определенной отраслью медицины. Именно в этом ключе его интересовали и сыпной тиф, и огнестрельное ранение, и старение. Какова же была специальность Ипполита Васильевича Давыдовского? Была определенная отрасль медицины, и вот в этом плане он изучал сыпной тиф, огнестрельное ранение и старение. Возможно, он был кожный врач. Нет, это, к сожалению, неверно. Это у вас какая ошибка на желтой дорожке? Вторая. Увы, дважды на ней ошибаться нельзя. Что думают теоретики? Кем же был Ипполит Васильевич Давыдовский? Койцева, на провинциальный колледж, город Ярослав. Он был хирургом. Нет, и хирургом он тоже не был. А кем же был? Смирнова Мария, Любимская средняя школа, город Любим. Возможно, он был пластическим хирургом. Пластическим хирургом, какая прелесть. Спасибо. Еще там есть рука. Тупицын Уан, гимназия номер 2, город Ярославль. Возможно, он был патологоанатомом. А вот это уже верно. А вот это уже верно. Я прошу вручить орден. Я могу добавить, что молодой Давыдовский учился в гимназии примерно в одно и то же время, с молодым Спасококотским. Именно поэтому, если вы пройдете по улице Революционной, вы увидите, что две таблички рядом. Здесь учился Спасококотский, здесь учился Давыдовский. Ну, третий, Собинов, он, к сожалению, не имел отношения к медицине. Да, может быть, и не к сожалению, потому что Собинов замечательен сам по себе. Но вообще, видимо, для того, чтобы ответить на наши вопросы, достаточно пройтись по городам Ярославского края и быть очень внимательным к тому, что вас окружает. Итак, мы в третьем этапе. Выбирайте тему «Сделано впервые» и «Лечебное учреждение». Сделано впервые. Этот известный в Ярославле хирург первым в Ярославле применил местную анестезию при операциях. О ком идет речь? «Ярославский хирург». Да. Возможно, это был Линденбаум? Нет, это был не Линденбаум. Это у вас какая ошибка? Вторая. Вторая. Вы можете пройти в следующий этап. А что думают теоретики? Фатахов Илья, школа номер 30-й, город Ярославль. Это был Пирожков? Нет, тоже неверно. Хотя приятно, что вы многих ярославских врачей знаете. Смирнова Магия, любимская средняя школа, город Любим. Возможно, это был Кройчик. Тоже нет, потому что это было значительно раньше. Еще варианты. Малинина Дарья, город Рыбинск, школа номер 21. Насколько я помню, это был Густав Германович Фальк. И тоже неверно. Вот ведь какая беда. Прихоренка Елизавета, провинциальный колледж. Возможно, это был Кацауров. А, кстати, кто он был по специальности? Я не помню. Ну, это я уж так, для общего развития. Мы признаем этот ответ верным? Орден. Абсолютно верно. Речь идет об Иване Николаевиче Кацаурове, ярославском хирурге-офтальмологе. Мы в четвертом этапе с Софьей. Тема «Медицинские средства». Во время Великой Отечественной войны специалисты Ярославского пединститута вели работу по выявлению самых различных сырьевых ресурсов внутри области. По результатам исследований было решено заготавливать торфяной мох, использовавшийся в медицинских учреждениях. Для чего его использовали? Не торопитесь с ответом. Вы одна. Мы никуда не торопимся. Повторите, пожалуйста. Итак, для чего в медицинских учреждениях во время Великой Отечественной войны использовали торфяной мох? В медицинских учреждениях? Безусловно. У нас и тема-то сегодня вся посвящена медицине. Ну, возможно, из него изготавливали антибиотики. Спасибо. К сожалению, это неверный ответ. Вы лишили нас удовольствия получить победителя в этой игре. Вы покидаете дорожку, потому что это третья ошибка. Мы обращаемся к теоретикам. Высана Весли, провинциальный колледж, город Ярославль. Возможно, это был как перевязочный материал. Это был перевязочный материал. Абсолютно верно. И мы вручаем орден. И, к сожалению, у нас опустили дорожки. У нас не будет победителя на дорожке в этой игре. Но у нас осталось несколько вопросов, которые мне хотелось бы разыграть с нашими теоретиками. За правильный ответ можно получить медаль или орден. Итак, первый вопрос. Организация темы этого вопроса. Во время Первой мировой войны строившаяся на принципах гуманности и милосердия, независимо от национальности и гражданства, деятельность этой российской организации и ее ярославского отделения внесла огромный вклад в дело оказания медицинской помощи на фронтах и в тылу. В пользу этой организации были введены дополнительные государственные сборы. Например, пошлина за получение заграничного паспорта, железнодорожные сборы с пассажиров первого класса и почтовый сбор. Для пополнения финансовых средств организации были кружечные сборы, пожертвования частных лиц и различных учреждений. О какой организации идет речь? Ойцвана, провинциальный колледж, город Ярославль. Это организация «Красный крест». Ну, это абсолютно верно. Это, в данном случае, российское общество «Красного креста». Вручите орден, пожалуйста. И следующий вопрос. Лечебные учреждения. Какие лечебные учреждения можно было считать первыми стационарными лечебницами в городах Ярославской губернии? Пученков Александр, 27-я школа, город Рыбинск. Возможно, это были земские больницы? Нет. Артем Буробин, город Рыбинск, школа номер 23. Скорее всего, это были богоугодные заведения, то есть богодельни и приюты для умалишенных. И тоже неверно. Позняков Федор, лицей номер 2, город Рыбинск. Я думаю, что это были дома общественного презрения. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Фатахов Илья, школа номер 33, город Ярославль. Возможно, это были больничные корпуса при монастырях. Тоже нет. А что же это было? Маркозова Мария, гимназия Ростов. Это военные лазареты. Это военные лазареты. Вот это абсолютно верно. И думаю, что это достойно ордена. И мы с вами переходим к эпилогу. Три вопроса, три медали. Первый вопрос. Почему во второй половине 19 века недоверие в народе вызывали молодые акушерки, только что закончившие Ярославскую побивальную школу? Малинина, Дарья, город Рыбинск, школа номер 21. Насколько я помню, молодыми... Ну, не удостраивая возраст акушерок, потому что считалось, что у них недостаточно опыта. Только опыта? Нет, и знаний. И знаний. Спасибо. Ну, у молодых всегда не хватает опыта и знаний. Но тут особый случай. Там он еще рука. Чикишва, Ксения, город Утаев, шестая школа. Они были платные приемы у акушерок? И это вызывало недоверие? И находились далеко. Их что, выселяли куда-то, что ли? Да нет, нет, все гораздо проще. Все гораздо проще. Пученков Александр, Асимаш, школа, город Рыбинск. Возможно, это потому, что они были женщинами? И женщинам не доверяли после того времени? Ну, на самом деле, по-моему, в ту пору... А нам кажется, что все-таки первый ответ может быть засчитан, потому что дальше вот... Дальше совсем далеко. А в общем, смысл-то... Но тут дело-то не в возрасте. И не в опыте, и не в возрасте. Давайте на секундочку все-таки попробуем еще добиться правильного ответа. Я думаю, что он есть. Робин Артем, школа номер 23, город Рыбинск. Так как они были молодые, скорее всего, они не рожали. Если они рожали, у них не было детей, значит, они могли украсть детей. Вот давайте без глупостей, вот без этих вот детективных подробностей. Ну что, мы не признаем этот ответ. Вот как быть в этой ситуации? Надо, главное, вовремя остановиться всегда, отвечая на вопрос. А мы думаем, что нужно дать две медали. Хорошо, давайте дадим две медали. Но сначала, наверное, все-таки определимся, какой ответ должен был быть правильным. Не доверяли им именно потому, что у них не было своих детей. По поверьям считалось, что повитухой должна быть взрослая или, лучше всего, пожилая женщина. Почему и были повивальные бабки, у которых есть свои дети. Итак, медаль у нас получает два теоретика. Следующий вопрос. Один из первых эвакогоспиталей Ярославской области был устроен в Ростове уже на второй день Великой Отечественной войны. Только в одной его палате, которую стали называть Курским вокзалом, помещалось 150 коек. А где нашли такое большое помещение? Маркозова Мария, гимназия Ростов. Это моя гимназия имени Кейкина. Ну, абсолютно верно. Тогда она, правда, была, по-моему, школой номер один, если не ошибаюсь, в годы войны. Сегодня это гимназия имени Кейкина. А, кстати, подскажите, пожалуйста, а в каком помещении гимназии это все происходило? В актовом зале. Конечно, в актовом зале нынешней гимназии имени Кейкина. И следующий, последний вопрос. В начале 20 века ярославский аптекарь Август Шнейдер открыл при своей аптеке завод, продукция которого завоевала в городе огромную популярность. А летом продавалась даже на набережной. Что выпускали на этом заводе? Пученков Александр, семья школы города Тримус, возможно, это был медицинский спирт. И летом продавался на набережной. Почему нет? Да, действительно, почему бы и нет. Но, к сожалению, нет. Пожалуйста, еще версия. В Ивана, провинциальный колледж, город Ярославль. Возможно, это гематоген. Было бы вкусно, конечно, но Шнейдер до этого не додумался. Нет. Еще версия. Смирнова Мария, любимская средняя школа, город Любим. Возможно, это какие-то напитки, типа лимонада. Или? Или Кока-Кол. Что же вы не можете остановиться-то сегодня никак? Уважаемые судьи, мы не услышали правильного ответа. Продолжим. Чикишева Ксения, город Утав, шестая школа. Возможно, это к вас? Спасибо. Спасибо. Еще? Ну, вот, ну, уже совсем мы как-то вот близко. Ивлева Валерия, гимназия номер один, Ярославль. Возможно, это был алкоголь. Что ж вас все как-то вот... Терентьева Полина, школа 44, город Рыбинск. Возможно, это были фруктовые сиропы? Сиропы. Ой, не знаю, что делать. Послушаем еще. Бробин, Артем, школа номер 23. Город Рыбинск. Это были минеральные воды. Ну, наконец-то. Действительно, Август Шнейдер выпускал минеральную воду. Использовал ее и в медицинских целях, а также продавал на набережной. Вручите медаль. Это был последний вопрос эпилога. Это был последний вопрос сегодняшней полуфинальной игры, которая, к сожалению, не выявила победителя на дорожке. И тем не менее, дорогие друзья, мы прощаемся с вами лишь до следующей полуфинальной игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова